итак у нас уже есть сцена iphone продолжим создавать нашу игру но прежде чем я продолжу я все-таки исправлю название сцены потому что здесь у меня получилось мало того что space с ошибкой так еще и шип шип это овца они космический корабль получился поэтому смотрите что я сделаю я загружу другую сцену сэмпл сэн а вот эту сцену возьму и переименую исправлю все ошибки а то как то как в той поговорке как вы яхта назовете так она и поплывет будет космическая овца вместо космического корабля все переименовала теперь могу заново открыть двойным кликом мы теперь можем продолжить у нас есть фон теперь мы добавим сюда нашего главного персонажа тоже из папки images найдем папочку space ships и давайте ну следуя тому туториалу на который я сейчас пока опираюсь выберем вот этот космический корабль красного цвета и тоже перенесем его сразу в иерархии он у нас появляется в центре сцены это нам как раз и надо и сейчас мы научим наш космический корабль перемещаться управляя клавишами используя готовый скрипт скрипты мы уже говорили они находятся в папочке скрипт и здесь у нас есть раздел момент и нам нужно будет наш космический корабль нажатием на клавишу как бы толкать поэтому нам нужен скрипт push опять же куда я это знаю во первых знаю из обучающих материалов во вторых о каждом из этих скриптов можно прочитать в руководстве руководство я показывала в первом нашем уроке в первой части нашего цикла если мы не очень ориентируемся в папках мы знаем название скрипта помним то можно добавить этот скрипт нажав на кнопку add компонент то есть те кто знает можно взять и перетащить сразу вот сюда скрипт накинуть его на объект или вот сюда но мы сделаем по-другому мы нажмем на этот компонент и начнем набирать название нашего скрипта вот push все теперь мы выбрали push и у нас появился соответствующих компонент еще раз повторю для тех кто только только начинает свой путь в изучении unity еще вообще ничего о нем не знает рекомендую посмотреть уроки для начинающих unity первый запуск где я объясняю что такое компоненты и вот сейчас смотрите мы добавили скрипт push который является компонентом соответственно то есть любой скрипт является компонентом и вместе с ним у нас еще добавился компонент rigidbody2d это компонент отвечающий за физику и чтобы наш корабль не падал вниз нам необходимо изменить его параметр граммита гравитации но давайте просто сейчас нажмем play посмотрим что у нас получилось вот наш корабль падает вниз почему потому что у него есть гравитация давайте ему гравитацию поставим 0 и сейчас когда мы запустим а в космическом пространстве у нас гравитация нулевая он у нас не двигается но если я нажимаю пробел то я как бы его подталкиваю вверх вот у нас задана клавиша здесь space с помощью которой я его отправила вверх он у меня улетел слишком высоко поэтому приходится нажимать на стоп и здесь есть несколько параметров мы можем выбрать оси по которым мы будем толкать но если мы выберем x вот как раз появилась это вот стрелочка зеленая это так называемая гизма которая показывает направление если мы сейчас нажмем на пробел то у нас корабль поплывет сторону нам конечно это не надо нам нужно y и мы можем регулировать также силу толчка например или сильнее или слабее примеру вместо 5 я здесь поставлю 3 чтобы он не так быстро улетал вот он медленнее мне нужно несколько раз его толкнуть чтобы он полетел быстрее эти параметры можно подбирать так как вы захотите тогда уж когда будете тренироваться играть но и наконец то с чего можно было начать можно выбрать другую клавишу но вполне логично когда мы нажимаем на пробел мы толкаем объект то есть принципе можно вот эти вот все параметры оставить такими которые есть сохраняем сцену нажимая на комбинацию клавишку с или выбирая файл сейф и наша сцена в той папке в которой мы сохранили в папке сенс уже сохраняется итак наш космический корабль уже летает когда мы нажимаем на клавишу пробел этого недостаточно надо чтобы он еще поворачивался поэтому необходимо добавить еще один скрипт который отвечает за поворот это скрипт который называется ротает он тоже в той же папке но уже по его название мы можем выбрать его здесь и здесь мы можем также задать те клавиши с помощью которых мы будем его поворачивать например выберем или стрелочки или любимые vsd и также мы можем задавать скорость поворота но это все лучше регулировать в режиме play давайте посмотрим нажимаем клавиши и вот с разной скоростью мне кажется слишком быстро он поворачивается хотя это если зажимать и если еще при этом нажму space вот он очень быстро вращается лучше я возьму там допустим два задам вот я нажимаю пробел и поворот слишком сильно я его закрутила но здесь уже можно тренироваться и так силу поворота силу вращения даже поставлю возможно два толчок все-таки 5 потому что слишком медленно он двигался вперед сейчас посмотрим вот теперь уже как-то поактивнее но еще раз повторю это можно делать потом когда у нас уже целая локация есть и мы продолжим создавать нашу игру и так в этой части рекомендую сейчас сделать тоже добавить космический корабль если вы не делали вслед за мной к этому космическому кораблю мы добавили два компонента уж и ротейт и настроить их но еще раз повторю это можно будет сделать позже когда у нас будет более сложная локация в следующей части мы сделаем наш космический корабль немного более красивым и узнаем о еще одном новом понятии здесь мы узнали о том что есть компонент еще ридж 2d в данном случае для 2d игры это речь 2d 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 который задает физические свойства объекта и мы задали гравитацию равную 0 потому что иначе наш корабль как будто падает вниз чтобы он не падал нужно поставить 0 желаю успехов не забывайте сохранять сцену и до встречи в следующей части в следующем мини уроке